В селе Порецкая многодетная семья Ивановых справила новоселье. В новый дом они переехали из однокомнатной квартиры. К этого момента мама семерых детей Нонны Ивановы ждала 6 лет. Столько семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Какое-то время они жили в республике Бурятия, а потом вернулись на родину и были вынуждены жить в однокомнатной квартире. Старшему ребенку моему будет скоро, в октябре месяце, 22 года. И пришлось им поскитаться, мы переезжали, в одном месте не жили. И вот мечта о большом доме была всегда в моей душе. Я верила, что это осуществится. Так что всем желаю мечтать, и мечты сбываются. Старшая дочь Иулиана уже выбрала себе комнату. Здесь буду жить я, моя младшая сестра. Я буду жить на той стороне, она здесь, соответственно. Девятиклассница радуется отдельной комнате, потому что теперь сможет делать уроки в тишине. Младшие дети оценили просторные комнаты по другим причинам. А еще теперь ужинать можно будет всем вместе, а не по очереди. Какая кухня большая. Большой стол будет. Сейчас в Чувашии в очереди на улучшение жилищных условий более 400 семей с 5 и более детьми. В этом году новоселье справят 39. На это из бюджета выделено более 100 миллионов рублей. В Паренском районе на этот дом было выделено более 4 миллиона 200 тысяч рублей. Здесь 175 квадратов почти на семью из 8 человек. Сегодня мы посмотрели, действительно, жилье добротное. Всеми видами инфраструктуры оно обеспечено. Северо-западный район в селе Порецкое относительно молодой. Здесь в основном новостройки. Однако коммуникация и вода и электричество уже подведены. В ближайшее время у Ивановых появятся соседи. Дальше по улице уже построены дома по программе «Жилье для детей-сирот». Ольга Пырышкина, Валерий Рязяков, Республика.